Добрый, добрый, вкусный день! Я в черной бейсболке, рядом Александр. Всем привет! Шеф ресторана Нишабли. А значит, у нас с вами новый выпуск готовим на Истра.РФ. У нас сегодня не обычный выпуск, а необычный он тем, что мы будем готовить один из тех рецептов, которые нам прислали наши любимые читатели. Пару недель назад вы видели на портале Истра.РФ конкурс. Кабачковый конкурс, как мы назвали его для удобства. В рамках этого конкурса вы, уважаемые читатели, самые активные из вас, прислали нам рецепты. Они были очень классные, разнообразные, простые, сложные. И в итоге мы настолько удивились и были рады вашей активностью, что даже немножко стали затрудняться с выбором лучшего. Поэтому мы прибегли к услугам профессионального шеф-повара Александра, предоставили ему весь список, который сейчас будет перед вами, ваших рецептов. И Александр выбрал один из них. Александр, скажите в двух словах, что за рецепт вы выбрали? Да. Мне очень понравился рецепт из кабачков. Салат. Салат, он с одной стороны очень прост, а с другой стороны, я думаю, что это сочетание должно очень заиграть, так сказать, да, как мы говорим профессионально. Кабачки и салат. Казалось бы, не самое обычное. Не самое обычное. Причем кабачки будут использоваться в сыром виде. То есть мы не будем их подвергать тепловой обработке. Только нарезка, да? Я уже подготовил нарезку заранее. Рояль в кустах. Сейчас расскажу, почему я это сделал заранее. То есть я нарезал кабачки. Выглядит как маска для увлажнения кожи лица. Очень тонко. На слайсере, да? В домашних условиях можно, как обычно, сделать это овощечисткой, да? И положил в холодную воду со льдом. Для чего я это сделал? Чтобы они у нас стали более хрустящими, кабачки. Если их сразу положить в салат, то они будут такие, как, ну... Данут сок. Мягкие они будут, да. А если они полежат немного в воде со льдом, они будут хрустящие. То есть что нам и нужно для свежести. Как вы уже заметили, у нас, в принципе, если точнее сказать, не кабачки, а цукини, да? Основное их отличие это у нас темный цвет. По сути, как бы, ну, особых различий нету, да? Как бы и кабачки, и цукини по вкусу, ну, по мне, они одинаковые. Сколько я ни разу не пробовал разных видов, кто-то говорит более насыщенный, медиа водянистый. Ну, может быть. Самое главное, чтобы они были не крупные. Потому что? Потому что, чтобы у нас не было косточек в них. Ну, и вообще, как бы, ну, крупные они будут в салате, они очень удобно их будут кушать, да? Так, что у нас есть еще здесь? Салат. У нас входит шпинат. Шпинат я уже тоже подготовил, да. Перебрал, помыл, просушили. Сыр. Халуми. Сыр халуми, да. Ну, это европейский сыр, что-то подобие, ну, это рассольный сыр. Но он в продаже вообще в обычных магазинах бывает? Да, да, да. Просто не обращал внимания. Вообще без проблем. Его особенность в том, что его подают в жареном виде. Его нужно приправить специями, да, потому что он вообще такой нейтральный, не соленый, как бы, ничего. И уже по вкусу его доводим сами. Также у нас идет лайм, мята. Мята в салате необычно. Ну, она как украшение, опять же, она дает свой вкус. То есть, его туда в конце мы добавляем. Опять же, я этот салат еще сам лично не пробовал. Я только прочитал и вообразил его, да. Нам еще предстоит это. Заправка. Там было написано либо бальзамический уксус, либо крем. Я решил добавить и то, и то. Что ж не прогадать, так сказать. Наверняка. Да, ну и, соответственно, специи, да. Тут у нас перчик чили. Остренькие. Это нам для сыра. Немножко орегано. Ну и украшение. Собственно, все. В принципе, ничего особенного. Здорово. Какое задание мне дадите? Я предлагаю для начала подготовить сыр. Так. И обжарить его. Давайте. Смотрите, у нас есть вот такой вот замечательный кусочек. Сейчас мы его пополам поделим. И я думаю, что у нас здесь получится замечательные 4 порции салата. Поэтому не мельчим. Просто вдоль. Сначала вдоль. Вот так. Есть. Кладем сюда сырочек. Угу. И давайте сюда добавим специи. Перец. Чили. Ну, совсем немного щепотки, да? Да, потому что он, ну, он острый. Мы сделаем такой нейтральный. Орегано. Орегано это для меня загадочная приправа. Почему? Ну, как-то я не использую в своей повседневной жизни. Что вы о ней скажете в двух словах? Ну, с сыром замечательно, с овощами замечательно. И немножко соли. Так, и еще в рецепте было указано, что нам нужно будет пожарить лайм. Пожарить? Да. Лайм? Ну, как пожарить? Нужно будет сделать решеточку, так сказать, да? На грильной сковородочке. Так. Поэтому мы сейчас только подготовим. Просто его режем пополам, наискосочек. Вот так. Сделано. Отлично. Собственно, сейчас предлагаю нам это все пожарить. И уже будем приступать к сборке салата. Отлично. Давайте пробовать. Мы переместились к плите. Так, ну что, начинаем тогда жарить наш сыр. И лаймы сковородочки у нас уже нагреты. Лаймы мы будем обжигать на сухой сковородке. Так. А для сыра добавим немного растительного масла. Какое вы используете? Растительное, судя по рецепту. Я не стал отходить от рецептуры. Пожалуйста. Кладу, да? Да, давайте выкладываем. Великолепно. Внизку оставляем и скидем. И лаймы. Получается мякоть вниз. Вниз, да. Никогда не жарил лаймы? Ну, это чаще всего как бы для украшения, да? Все-таки дает такой... Еще у вас гриль сковорода, да? Да, своеобразная. Своеборазная как бы решеточку дает. Ну и плюс он у нас получается, что салат идет целиком. Для чего у нас чаще всего в салаты кладутся цитрусовый целиком. Да, если не хватает кислотности. Как на рыбу. Так же, как и на рыбку, да. Можно выжить. Можно немного полить. Визуально напоминает такие кусочки рыбных филе. Да. Ну, он быстро-быстро очень начинает у нас, видите, плавиться. Главное его не перебежать. Жарим с двух сторон. Да, и сейчас... И будем отправлять его на тарелку, да? Или как? Сейчас сначала на салфеточку. А зачем мы будем выкладывать его именно на салфетку? Чтобы лишний жир стек. Мы его прямо вот так вот кладем и выкладываем наш сыр. Доставайте. Какой он у нас сочный получается. Да, выглядит уже аппетитно. Калорийно, да? Да. Но это блюдо, я думаю, все равно будет плюс-минус сбалансировано, потому что кабачки относятся все-таки, как мне кажется, больше к правильному питанию. Естественно, да. Потому что они не очень калорийные. Видите, у нас получилась именно зажарочка. Красиво. То есть он даст определенный тоже и цвет для нашего салатика. Все, отлично, с этим мы с вами справились. Предлагаю... Было не сложно. А все самое вкусное. Всегда готовите быстро, просто не сложно. На самом деле. Запомните. Вот эти вот готовки, потом у меня тушение. Это, мне кажется, такие вот методики. Немножко... Отвлекающие от вкуса самому. Ну да, да, да. Забивание вкусов. Как бы сам продукт каждый уникален своим вкусом, да? А если его начинаешь долго готовить, он теряет свой вкус. Ну, у меня как бы вот такие приоритеты. Быстро, просто и вкусно. Быстро, просто и вкусно. Не шабли. Да. Александр, мы вновь за основным вашим рабочим местом, насколько я понимаю. Переместились от плиты в зону приготовления. Что мы делаем далее? Нам осталось собрать этот чудесный салат. Так. Давайте мы соберем его вот в этой мисочке. Давайте. Шпинат. Как его класть правильно? Обвесь пока. Прям собирайте смело. Хорошо. Кладем шпинат. Да. Здесь его много. Сколько здесь? Грамм. Тут где-то около 100 грамм на самом деле. Да, может он объемный. Угу. И сюда же мы отправляем... Кабачки. Да, берите, пожалуйста, щипцы. Помогайся. Вот так вот. И давайте их отсюда перекладывать в наш будущий салат. Похоже, что вы один или два нарезали очень тонко, да? Тут даже на самом деле я взял самый маленький из этого. И чуть больше половины. А, даже не один. Да. Просто вот так мелко его нарезали, чтобы... Ну, тут в этом и есть самая основная фишка. То есть он будет толстоватый, он будет слишком давать такой вкус сырого кабачка, так скажем. За счет того, что он такой тонкий, мы его сейчас нашим бальзамическим уксусом и кремом, так сказать, замаринуем, пока будем заправлять. И он уже предлетет совсем иной вкус. Соответственно, теперь бальзамический уксус. Много его не нужно, он очень концентрированный. Он у нас такой дает кислотность, да? Ну да, кислый вкус. Да. Ну и плюс он меняет чуть-чуть цвет любого блюда, давая вот определенную такую фактуру коричневую. Да, абсолютно верно. И мнете. Я его нет, я его не мну как раз. Просто перемешать. Я его стараюсь перемешать очень, да, чтобы он остался воздушным. Когда мы замешиваем салаты, самое главное их как раз-то и не уничтожить, не помять, а то они будут уже не так красиво смотреться в тарелочке. Я подготовил посуду, в которую мы будем выкладывать наши салаты. Алексей, возьмите, пожалуйста. Да, давайте мы их вот сюда выставим. Красивая тарелка. Мы выкладываем так, чтобы у нас было видно и кабачки, и зелень. Ну такая архитектура будет. Великолепно. Я предлагаю взять сыр. Так. Я бы его разрезал на две части, примерно вот так вот. Тоже по диагонали режете. Да, да, и с одной части мы его выкладываем вот так вот в салат. Также у нас лайм, который должен присутствовать. Мята. Часть декора. Да, ее прямо мы берем, да, листочки, можно чуть-чуть их порвать. И добавляем также их в наш салат. Сразу аромат пошел. Да, действительно чувствуется. Сразу пошел аромат свежести. И, соответственно, еще крем-бальзамик. Он, в отличие у него основное от уксуса, то, что он более густой, он выпаренный. И с добавлением сахара. То есть он кисло-сладкий, он дает некоторую сладость. Ну и немного декора. Я здесь то, что у нас на кухне есть. Зеленое масло, которое мы постоянно используем на нашей кухне. Да, я помню. Она уже была в наших выпусках. Да, да, я про него рассказывал ранее. В качестве важного ингредиента. И микрозелень тоже мы как бы ее очень часто используем. Сейчас сезон кабачков. Обязательно пробуйте приготовить это блюдо дома. Отвечаю, что я это буду делать. Сто процентов. Ну что, готово? Да. Пора носить на оценку. Здравствуйте поближе. Здравствуйте. Хотим вам предложить попробовать блюдо, которое приготовил шеф-повар ресторана Нишабли по рецепту Оксаны, который она нам прислала. А к нам присоединились Анна и мальчик Петя. Тот самый мальчик с кабачком, который вы видели в нашем сюжете. Вот он, милый малыш. Ты не робей. Здесь все свои. Привыкай к телевидению. Мы вас приглашаем попробовать. Попробуйте, пожалуйста, не стесняйтесь. И честно скажите свое мнение. Это очень вкусно. Мы старались. Это вкусно благодаря вам, потому что вы нам прислали этот рецепт. Друзья, мы всех рады видеть. И когда пишем вас, приглашаем. Это искренне, это по-настоящему. Это не телевизионный розыгрыш. Мы вас ждем. Вот наши замечательные участники вам это подтвердят. Они здесь, они пробуют. Они настоящие. Продукты настоящие. Эмоции настоящие. Мы вас искренне приглашаем. И хотим сказать, готовьте с нами. Готовьте как мы. Готовьте лучше нас. А еще у нас для наших участников есть небольшие призы. Памятные сувениры о сегодняшнем дне, прекрасном настроении, о лете нынешнем. И пусть все будет хорошо. Еще увидимся. Еще обязательно приготовим на Истра РФ. И благодаря компании Истранет, которой, кстати, исполняется 24 года, мы с удовольствием вручаем эти подарки. Кабачковое лето продолжается. Наша дегустация тоже. Еще увидимся. Спасибо.